о чем мы лаем здрасте спасибо у меня ребенок просто упал спасибо большое какие люди какие люди какие люди пошла встречать надежду а тут меня полиция встречает ну все нормально все хорошо у нас ну смысле конечно не хорошо у нас завелись в поселке кто оскверняет кладбище и так как у меня камеры установлены хотели уточнить вообще как бы что и что и как снимает эта камера может быть попали машины с номерами с приездом надежда светочка привет привет здравствуйте какая красивая заходите заходить обниматься матрон ваш любимый пока чем в гостях скоро поедет настя софии в гости у нас обмен будет женечка приедет 5 или 6 у нас дни рождения в мае аж три штуки ну вот мы-то вас так и не поздравили с днем рождения прям уехали вы там на линии отмечали да не дает я отмечала дача лик выпустила здорово на потеплее вы же на севере а мы на дуги у нас здесь все хорошо свет это грязная не знаю пока рано решу запускать еще добавлю и запущу да как и стирку я пойду еще запущу одежда вы отдыхайте вы сегодня отдыхайте вот до вечера пока свету тем более пока есть время дел как всегда много здесь дел в моем доме хватит на двух-трех помощниц я помню когда жили девчонки с украины они вот так вот ходили и язык на плечо потому что уставали за целый день хотя у них был тихий час отдых до 2 часа они уходили спать там определенное время сутки от не могу себе позволить расслабиться там не вечером не днем не утром вот ну я это я здесь у нас все сухо твои любимые полотенца все готова а на первом месте у меня ролик про любимый василек они так любят смотреть распаковки что мне кажется не надо у любимого селька брать каждую неделю какую-нибудь посылку и распаковывать я вот что что от своих зрителей это не ожидала не в хорошем смысле ну вот я просто снимаю там в разный контент сама знаешь про свою жизнь про помощников про зверушек про про детишек а любит смотреть распаковки с василька ну все полный дом полная чаша я теперь чувствую себя прекрасно в окружении моих любимых девушек женщин помощниц и слава богу что надежда здесь вот сейчас отзванивается что все хорошо вот я сейчас иду пока заниматься за компьютером еще есть пока время до отъезда вот у света предстоит глажка готовка надежда будет просто сейчас отдыхать и осваиваться маленькая даже еще пока спит она настала спать хорошо слава богу я так этому рада потому что можно кучу дел попеределать пока она спит вот я планирую поснимать что там будет после врача поэтому не отключайтесь будет еще продолжение этого ролика и ставьте лайк все мои дорогие друзья пришло время мне ехать в больницу в поликлинику точнее к врачам я записалась и я видите сижу в шаране своей второй машине она у меня старенькая и что-то здесь зашумело ну не знаю так вроде как по словам света сергей петрович сказал что сядь сама прокатись вот я села давно на него не садилась если честно хоть это моя машина но я езжу конечно хендай на нем удобней комфортабельней вот но шаран тоже я берегу стараюсь аккуратно с ним обходиться все время его чиню и последний раз вот был прокол колеса плюс сергей петрович попал в лужу там была видимо яму он ударил сильно диск диск погнулся сейчас поеду еще шиномонтаж после врачей так что поездка будет полезный и еще раз полезный для всех и для меня и для шарана всех подлечим а но не знаю моим дорогим зрителям слышен этот звук или нет это не звук по моему мотора но это какая-то какая-то лажа ребят я как будто бы еду в самолете что ли все как-то очень конечно однородно но гудит очень громко очень неприятно до мурашек каких-то знаете вот что это такое я понять не могу потому что ни стуков ничего я не слышу но при усилении да водка на газ я давлю сейчас еду 80 вот сейчас 90 100 ужасно как будто пропеллер какой-то работает ужасный звук конечно я не я не знаю почему ладно не буду но нельзя на сломанной машины ездить нельзя надо сразу это все выявлять и сразу отдавать ее в ремонт я понимаю что она старенькая и типа не жалко но мне и жалко я приехала к частнику в сервис никогда здесь не было это у меня договорились просто друзья что меня здесь посмотрит шаран насколько опасно сейчас на нем передвигаться что там вообще что там вообще гудит шумит да все еду обратно смотрели машину ухерачена вся просто вся левая сторона разбита полностью все подшипники люфт и диски диски все надо катать сказали но и помимо этого правое колесо который сейчас еду забирать так он уже давно так шумит хорошо спасибо пошел всем привет здрасте здравствуйте какая красивая сама такая красивая мешать лежала здравствуйте тетя которая разговаривает где-то на кухне на кухне как дела ваши можно очень приятно царь проходим проходим не стесняюсь видишь как мы все успели да сейчас мы так скажем подожди у меня же здесь микрофон подожди сейчас а это саша мой подписчик скажи что-нибудь зрителям я саша привет привет а напишите кто помнит вот этих ребят классных третий раз уже даже были примелькаться немножко короче вы едете в астрахань за воплой и меня с собой возьмете но я не поеду как у вас там погода у нас мы ехали 400 километров шел дождь 400 километров с дождем мы ехали все смывало ну вообще чем мне там посчитали уже на 30 тысяч а там чуть уже приуныло что серьезно у меня подшипник стоил тогда в лучшие времена оригинальный 14 с половиной тысяч но мне сказали на шаран дороже ну подожди но но можно же купить там тысяч за 5 до самый дешевый мне предложил за 6 200 у него самого глаза были такие он говорит я не знаю когда этот бренд появился типа его не было в китае но он уже китайский но говорит только что по 6 400 говорит рекомендую за 12 600 рекомендовали даже с этим самым заранее 12 часов сюда пойдете там телят но мне здесь только они стоят потом лошадь да и может быть когда-нибудь еще птицы вот я сейчас скажу меня я просто у кого взяла вот этих вот сейчас мы до них дойдем до венгерских мне марина сказал гать понимаешь гать мы тоже держали таких 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 попробуем венгерскую все больше мы ничего не хотим держать а ну пошли смотреть вольер машина здесь стоял и фотографировались а все-все-все я поняла я одного поймала подал а так-то пацан ловил и дырки классные я конечно я даже рыженький да ласточки только нету три козы обычные бараны были которых почти спасли от верной смерти оказывал производитель как же как козла нету может что это алё а я знаю алё гараж здравствуйте ну из 16 13 козлов вообще шутки что ли красивые джурфийские коровы которые дают пломбирное молоко да можно можно пускай идет там сена нет сейчас смотри корма не реклама подожди дайте 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 я в жизни не пила такого вкусного молока ну просто пломбир растаянный просто обалдеть мне когда мы ехали мы едем в астрахань но мы решили заехать крюк крюк чтобы хотя бы три литра молока взять нектара волшебного нектара чтобы пить в дороге там вот это там там молока вкус мороженого вообще вот это это все промо про наше молоко я так да я я очень я очень горжусь я очень горжусь что у меня такие не ну 25 это максимум ну да 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 конечно не вот но больше пока не давал никто меньше давали сейчас прям виш округлился ты бы видела того быка какого мы отдали он прям он прям ух три года он как говорится еще больше стал но мне нравится тем он из того же хозяйства что агата а там хозяйка очень селекции грамотно занимается смотри какие-то красивые у меня первый год такие вообще офигенского это по-моему как раз девочка вот как раз самая большая да нет вот такой он большой да это папа всех вот этих козлов который белый или какой нет пятнистый дали то вот мамы да они такие козы у них быстро любовь возникает сейчас я с нет светик ты уже садись мы хорошие сейчас заведу и сейчас я их отпущу и в астрахани едут сейчас молоко заберут все она заведена и открыто конечно что ты будешь мерзнуть что ли человек пробовал когда-то козье молоко смотрите на его реакцию когда ему предлагают еще раз попробовать давайте да да доверься 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 своей доверься блогеру своему любимому давай ну скажи что воняет козой все в бея гадость а вкус давай вообще не в туалет можно сходить уходишь туалет сейчас поедете сейчас очень быстро поедете вкуса нет пошла походите вкуса нету вкуса вот ценитель настоящий смотрите человек прям вообще по-настоящему дегустирует просто он не пьет я говорю ну все так что берем да все козе корове меня видишь не без вариантов к сожалению камышей прямо как будто твоего забора я смотрел на них не горящие зеленые глаза и понимал что у меня машина стоит за и к ним кольцом и это машины добраться я не знаю у нас не констра ничего нету ложечек вот такой меня терочинный и кум такой циклявый стучал в грудь орала машины дайте дверь открыть а девочки забежали туда сказали нос помечайте кто-то обещал пометить это козе нет у меня боюсь что вот эти вот этим я не разжилась пока что так вот всего кстати вот я не взяли стрейч дим ну ты прежде козлом ну и при приедет так что посидеть то все давай тогда так и так так это и договоримся ага маленьких нету о как бы до моря мы с вами свободно сашку мы возьмем на себя а я тебе про это имела ввиду что да ты же не знаешь еще что у меня дома ты же ты же туда даже не заходил по моему да там почти 10 детей здрасте до свидания я погнала мне надо свет отвозить домой все это до встречи все чтобы приехали обязательно спасите меня от козлов да может там что-нибудь заодно еще прихватить все пока пока еду от светочки только что ее высадила вот и хочу сказать что у меня сегодня были до подписчики как вы поняли уже такие веселые очень жизнерадостные люди такие же как я вот теперь придется самой конечно и свету привозить и с надежды там если что-то куда-то да сергей петрович теперь доверить машину не могу и даже дело не в машине к сожалению я не могу доверить ему людей которых он возит потому что если человек не понимает что это опасно ездить на сломанной машине это плохо это плохо и это понимание взрослому человеку я к сожалению никак никак не смогу привить или там знаю как-то внушить ему объяснить он взросл он уже все понял своей жизни да и какие-то уже выводы сделал и он решил что так можно себя вести в моем хозяйстве с моей машиной я не стала никаких штрафных санкций не стала ничего просить у него на ремонт хотя это все очень большую копеечку вылетает опять вот захочет сам предложит нет значит нет но и машина я больше не дам не хочу заканчивать на такой грустной ноте сейчас просто дорога не очень удобная для того чтобы с вами разговаривать во-первых могут кочки я еду меня потрясывает хотя я еду всего пять километров в час вот но здесь сельская дорога у нас идет дождь 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 еще раз дождь